Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! В современном мире люди всегда стоят перед выбором, и в том числе перед выбором профессии. И порой предлагается им заменить любимое дело, низкооплачиваемое, на более высокооплачиваемое, рутинное или тяжелое. Как в таких случаях поступать людям? Я думаю, что, конечно же, очень важно, когда для человека работа, то, чем он занимается постоянно, является любимым делом. Не просто такой скучной, нудной, надоевшей обязанностью, а тем, к чему рвется душа, к чему спешит сам человек. И мы знаем массу примеров того, как люди выбирали, пусть, может быть, более хлопотное, менее оплачиваемое какое-то, но любимую работу, и достигали в ней каких-то успехов. Я думаю, что здесь выбор должен быть именно такой. Вы знаете, одно из качеств, которое теряется современным миром – это самопожертвование. Это готовность к тому, чтобы как-то утеснить себя материально, физически ради дела. Когда я был ректором семинара, я очень часто говорил студентам о том, что священник невозможен без самопожертвования. Сегодня масса народу работает на светских работах, даже не имея высшего образования, и получает зарплату значительно больше, чем ее получает священник. Это только в всяких рассказах мы все ездим на мерседесах и питаемся черной икрой, и не знаем, как нам похудеть. На самом деле это далеко не так, и подавляющее большинство духовенства живет очень скромно. И в этом тоже проявляется готовность к самопожертвованию, готовность к тому, чтобы получать, скажем так, среднюю зарплату по региону, и все. И проповедовать людям Слово Божие. Я думаю, что это качество, оно должно всегда, навсегда оставаться с людьми. Поэтому я лично голосую, если так вот заговорить, за то, чтобы выбрать ту работу, которая человеку по душе, которая ему нравится, которую он любит. И вы знаете, самый большой след в истории оставляли такие люди, которые были энтузиастами своего дела и добивались очень многого. И в том числе признания со стороны окружающих людей. И по-настоящему реализовывали себя, свои человеческие какие-то возможности. Поэтому мне кажется, что надо выбирать то, к чему лежит душа. А вообще может ли христианин думать о карьере? Это как считается грехом? Я думаю, что христианин может и должен думать о реализации и о максимально ответственном исполнении порученного ему дела, которому он поручен. А если это в качестве последствий еще принесет тому, что у него вдруг сложится карьера, это вполне возможно. Вот есть человек, он усерднее других. Начальство смотрит на него и думает, дай-ка мы ему сделаем чуть повыше. А потом еще чуть повыше, если он там тоже себя показал хорошо. И вот если карьера будет довеском к его просто порядочному, ответственному отношению к обязанностям, это очень хорошо, это нормально. Но стремиться именно к карьере, идти по головам, как это принято называть, интриговать и еще что-то делать, вот это, конечно, делать нельзя. Это не для христианина. Думать о благосостоянии. Ну почему? У каждого человека есть семья, дети, у них есть потребности, это совершенно нормально. Все должно быть с рассуждением и все должно везде, во всем надо придерживаться золотой середины. Или как святые отцы выражались царского пути. То есть не уклоняясь ни в одну сторону, ни в другую. Скажем, не плохо, когда человек махнет рукой и скажет, а вот я вот живу, как птица небесная. Ну дети там, ну голодные, ну бог с ними, пусть голодные. А я зато вот не трачу свои усилия на всякие глупости. Это плохо, это неправильно. Еще более неправильно, когда человек забросит все остальное и начнет только лихорадочно зарабатывать, зарабатывать, стремиться к все большим и большим каким-то материальным благам. Это тоже неправильно. Это две такие вот оборотные стороны, они похожи друг на друга по тому отрицательному влиянию, которое они оказывают на человека. И обе одинаково неприемлемы. А вот есть такие люди, которые уже добились чего-то, неважно, для них вот неважно, каким способом, а потом они начинают заниматься благотворительностью. Это очень хорошо. Это хорошо? Конечно. Даже неважно, как они заработали. Ну мы не можем судить о таких вещах. Но видите, в чем дело, церковь никогда не ставила регористических таких каких-то препон. Вот только, ну мало ли, человек, допустим, да, вот он получил собственность на залоговых эвакуационах в 90-е годы. Неправильно? Неправильно. Но потом он не просто вывел деньги за границу и купил себе там яхту большую или еще что-то, какой-то замок средневековый, а продолжил, развил производство, содержит людей каких-то, дает им работу, развивает промышленность или там сельское хозяйство или еще что-то. Ну и вот он решил, допустим, помочь детскому дому или построить больницу или еще что-то сделать, какой-то спортивный комплекс или храм. Что же в этом плохого? Я не вижу в этом какого-то, чего-то предосудительного. Но это как раз нормально. Есть ли профессии нежелательные для христианина? Конечно. Это все профессии, связанные, ну, скажем так, с какими-то... Все профессии, которые не отвечают моральным принципам христианина. Я думаю, что нравственное чувство вообще просто обычного нормального человека, она им подсказывает, куда лучше не лезть и чем можно заниматься, чем не нужно. А священник работать, например, на светской работе может? Есть разная практика. Ну, скажем, вот за границей православные священники, русские православные священники зачастую работают. И потому что, ну, во-первых, там достаточно сложно, там почти нет богослужений в будние дни недели. В средине в этом году у нас понедельник. Мы будем служить тогда, когда эта дата у нас есть в календаре. А, скажем, на западе наши храмы будут служить в воскресенье эту службу накануне. Потому что в понедельник в церковь никто не придет, а только придут в воскресенье. У нас это сложно, потому что все-таки у нас у священника больше обязанностей, и он должен, конечно, отдавать себя приходу. Тем более, что вот, ну, скажем, вот здесь, вот в Ульяновской области, да, если мы не считать сам город, то в провинции у нас здесь один священник, как правило, настоятельствует в трех, четырех, а иногда в пяти храмах. Вот, поэтому, конечно, работать на светской работе, это будет, это совершенно невозможно, да. Не получится. Принципиального запрета, но это нет. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Святой Иаков, брат Господень, был епископом Иерусалимской Церкви. Составленный им чин божественной литургии был широко распространен в первые столетия христианства. Начиная с IX века, литургия апостола Иакова вытесняется другими, теперь привычными для нас, чинопоследованиями, святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Двоеслова. В XX веке начинается возрождение этого чина. Эта литургия совершается обычно один раз в год на память апостола Иакова, брата Господня, но по благословению правящей архиереи ее можно совершить, по сути, в любой день. Это одна из самых древнейших литургий, которая осталась в полном составе. Литургий было огромное количество. То есть можно сказать по факту, что каждая епархия имела свою литургию. Но вот полной такой литургии остался именно апостол Иакова, полное чиновопоследование, которое прослеживается с IV века. 17 января в праздновании собора 70 апостолов митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил божественную литургию по чину святого апостола Иакова в Спасовознесенском кафедральном соборе Ульяновска. Чин святого апостола Иакова во многом отличается от традиционного богослужения. Облачение архиерея более простое. Все их тени, а также чтение священного писания по древней традиции совершаются лицом к народу, а не к алтарю. Священное писание читают на середине храма. Проповедь произносится в центре храма. Митрополит Лонгин рассказал о житии апостола Иакова и об особенностях совершаемого богослужения, а также об особенностях древнего чинопоследования. Апостолу Иакова принадлежит самым требованием вещества на следствие божественной литургии, то самое, которое мы сегодня совершаем. Оно, конечно, в виде вещества на сочетании приема и в нем носились новые элементы. Мы с вами сочетаем три святой, во время апостола Иакова его еще не было. Мы находим в следующую силу веры. Идеи целиградские, которые нам привлечены, тоже не было в то время, но развивалось и усложнялось любое литургическое последование. И те, которые люди, которые мы сегодня совершаем, как название литургию, явно-загруза и Василия Великого, тоже не являлись в памятниками археологии, они развивались, изменялись, выполнялись, в видеизменялись, в случае чего-то приема. Главная особенность литургии святого апостола Иакова – причащение мирян под двумя видами, то есть отдельно телом и отдельно кровью Христовой. Именно так в Древней Церкви причащались все христиане. Сегодня на обычной литургии так причащаются только священнослужители в алтаре. Такое богослужение совершается несколько раз в год в Иерусалиме, на горе Синай, на Кипре, на острове Закинф в Греции. В некоторых епархиях Русской Православной Церкви и храмах духовных школ ее совершают, чтобы познакомить духовенство имирян с многообразием литургической традиции и почтить память апостола Иакова, брата Господня. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Симбирская митрополия